Слава Богу, братья и сестры, мир Божий всем вам. Слава Богу за то, что Бог дал нам очередную возможность прийти вместе на служение для того, чтобы прославить Его Святое Имя. Я смотрю, у нас сегодня достаточно много на служении, и как-то сердце радуется, что в будние дни народ оставляет, может, какие-то свои заботы, и мы приходим для того, чтобы искать Бога, потому что это представляет для нас огромную ценность. Знаете, вот я как-то задаюсь таким вопросом, чем Бог более доволен, когда мы что-то делаем, чем Богу мы можем угодить. И, знаете, Иоанн как-то писал в третьем послании о том, что для меня нет большей радости видеть, как дети мои ходят в истине. И, знаете, Богу, конечно, приятно, когда мы стараемся жить по Божьему Слову, когда мы стараемся, может, исполнить Его заповеди и так далее, когда мы ходим в страхе перед Ним. И еще очень важный момент. Библия нам открывает, что нам необходимо в своей жизни делать – это прославлять Его святое имя. Так вот, тема моей сегодняшней проповеди – «Для чего человеку прославлять Бога». Первое место, прочитаю Исход, 14 глава, 29 стиха. «А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеной по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею рабы его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песню сию». И говорили там дальше, перечитывая слова, песню, «Как израильский народ прославлял Божье имя». Знаете, как в случае с израильским народом, нам проще прославлять Бога, когда мы увидели явное действие Божьей руки в нашей жизни. А вот что, когда в жизни, может, какие-то трудные ситуации, может, переживания, способны ли мы в этот момент прославить Бога? Состояние нашего сердца не всегда склонно к тому, вот мы, как люди, не всегда склонны к тому, чтобы, может, как-то в пении прославить Бога, может, как-то жизнью прославлять имя Господне. Вот мы видим на примере всего израильского народа, да, когда они шли вот этой дорогою, этой пустыней, были моменты, когда, ну, и ропот был, были какие-то вот вопросы к Богу, почему так, может, нам было лучше остаться в этом Египте. Но вот были разные моменты. Вот когда человек видит явное проявление Божьей славы в своей жизни, тогда почему-то ему более проще прославлять имя Божье. Вот что такое прославление и хвала Богу, и для чего она необходима в нашей жизни. Знаете, поклонение Богу – это акт смирения перед Ним. В Библии есть пример того, как Давид, он плясал, он, скажем, перед Богом был, вот он перед Богом имел такое, вот знаете, ну, может, до безумия, можем сказать, вот такое вот поведение. И его упрекала за это его жена Милхола. Я прочитаю, наверное, эту историю. Второе царство, шестая глава, с пятнадцатого стиха. Так Давид и весь дом Израилев внесли ковчег Господен с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господен в город Давидов, Милхола дочь Саула смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижала его в сердце своем. И принесли ковчег Господен и поставили его на своем месте посреди скинию, которую устроил для него Давид. И принес Давид все сожжения пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил в приношении все сожжения и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Савуофа. И раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам по одному хлебу, и по куску жареного мяса, и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, «Как отлежился сегодня царь Израилев, обнаживший сегодня перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек?» И сказал Давид Милхоле, «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду. Я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих предслужанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. И вы знаете, интересная история, интересный момент из жизни Давида. Кажется, почему так унижаться? Почему так показывать перед людьми, возможно, с человеческой точки зрения? Да, мы видим, что жене Давида это не понравилось. Но как Давид может так уничижаться перед людьми? Но знаете, когда человек, он перед Богом, он говорит, что я перед Богом, и мне вот все равно, как там обо мне подумают, что говорят люди. Я могу еще и больше уничижиться перед Богом. И знаете, вот мы видим прославление или хождение перед Богом. Когда мы прославляем Его, это определенное смирение может перед людьми, и ты возвеличиваешь имя Бога. Тебе вот, может, неважно, знаете, люди, которые с искренним сердцем приходят перед Богом. Да, возможно, какие-то не суперские, мы там, может, выглядим как-то, может. Но если от чистого сердца ты прославляешь Бога, то Бог видит твое сердце, и Он принимает эту жертву, и Он доволен этой жертвой. И знаете, вот человек, который в своей жизни знает Бога, ему необходимо постоянно, Библия так учит в постоянстве, славить и благодарить имя Бога. Знаете, сегодня, и это правильно, и очень хорошо, когда мы прославляем Бога в песнях. Знаете, сегодня сочиняются различные песни, хвалы, песни поклонения. И люди, ну, иногда, да, такое приходит, такой вот момент тоже есть, что люди, может, как-то на душевном уровне все вот это, как-то свои эмоции раскачать, прокачать, может, как-то забывая о важном, о духовной части. Но мы с поклонений Богу, прославляя Его, мы ищем Его лица. И вот когда человек приходит в Божье присутствие, то, знаете, обнаруживается, что Бог, Он есть любовь, Бог, который проведет, Бог, который поможет. Знаете, в Библии есть одно очень интересное место, когда в римлянам в первой главе там написано, что люди, познав Бога, не прославили Его в своей жизни, и там впоследствии были очень печальными. Осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ. Нам необходимо поклоняться Богу для того, чтобы знать, кто Он, для того, чтобы знать, или нам как-то не забыть, каков Он есть. И вот мы видим, люди из-за того, что они, познав Бога, не прославили Его в своей жизни, в своих сердцах, дошло до того, что начали делать всякие непотребства в своей жизни. Так вот, нам необходимо прославлять Бога для того, чтобы оставаться в правильном духовном состоянии, для того, чтобы не пришел, может, знаете, какой-то духовный упадок. Богу нравится, когда мы прославляем Его святое имя. И мы, считаем, знаете, на страницах Ветхого Завета есть много моментов, когда тот же самый израильский народ, они принимали в своей жизни решение «Давайте будем прославлять имя Божье!» «Давайте будем поклоняться Ему, потому что Он достоин этой поклонения, Он достоин славы и хвалы». И в Библии есть 150 псалмов, которые это обращение к Богу. Тот же самый Давид, да, мы знаем и сегодня говорим, провозглашаем эти слова, поклонения слова, когда мы возвеличиваем Бога. И в одном из псалмов написаны такие слова, что «из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Знаете, вот это местописание, как-то вот мне вот задали такой вопрос, вот для чего необходима Богу наша хвала? Я вот знаете, как-то так рассуждал, вот если так с другой точки зрения порассуждать, да, Бог же Он всемогущий, Бог же Он вездесущий, Бога, ну, все есть, Он как бы самодостаточен, вот для чего Ему там Бога, для чего нам необходимо Бога прославлять? Может, Богу было проще создать там ангелов каких-то, и они Ему все постоянно вот прославляли, Его славили постоянно, и Он бы, наверное, был этим доволен. Но нет, мы видим, Бог создал человека с правом выбора, чтобы мы вот приняли в свою жизнь вот прославить имя Бога. И вот знаете, когда мы прославляем Божье имя, тогда враг становится безмолвным. И так вот мы видим, что когда человек приходит в поклонение к Богу, он поклоняется, он прославляет Бога, это необходимо в его жизни для того, чтобы не очерстветь, для того, чтобы остаться в хорошем духовном состоянии, для того, чтобы не упасть, для того, чтобы, возможно, вот мы видим прославление Богу, прославление Бога нанесет в нашу жизнь победу. Победу, может быть, от зла, победу над какими-то духовными действиями нашей жизни, победу над грехом. Знаете, я как-то замечаю в своей жизни, что человек, который более склонен благодарить Бога, более склонен прославлять Бога в жизни своей, то этот человек будет, знаете, на лице будет улыбка, на лице будет радость, он будет доволен своим Богом, он будет помнить о тех благодеяниях и о тех милостях, которые Бог делал в жизни человека. Поэтому, друзья, и мой сегодня призыв к тому, чтобы мы не забывали прославлять имя Бога. Это нужно, этому учит нас Слово Божье. Это очень необходимо в жизни каждого. Если мы перестанем сегодня, знаете, а как мы можем прославлять Бога? В пене псалмов, может, своей жизнью как-то, ходя в истине и так далее, вот написано, что и дети могут прославлять Божье имя и в средних годах, и старцы, и старицы, и все. Нам дана такая возможность. Поэтому сегодня время, сегодня есть возможность, чтобы нам прославлять имя Бога. И давайте склонимся в этой молитве. Вас благодарим и прославим Его имя. Аминь.